Добрый день, друзья мои! Нет некрасивых женщин, есть женщины, потерявшие интерес к себе. Пусть эти слова Estee Lauder станут эпиграфом нашего разговора. Мне некуда ходить, не для кого и не на что наряжаться. Эта реальная фраза стала названием нашего видео. Зачем вся эта суета? Тратить последние деньги, время, чего ради? Я никем не интересуюсь, и мной никто не интересуется. Есть знакомые, которые ещё и крутятся с тряпочками, но они нисколько не лучше меня выглядят. Они выглядят, как старые бабки, которые пытаются принарядиться. Это ещё унизительнее. Почему в определённом возрасте происходит очень резкое изменение? Одни женщины выглядят радостными, счастливыми. Очень красивыми в своём возрасте, немолодом, назовём его возраст элегантности. А почему другие ворчат, жалуются? В чём секрет? Давайте разбираться. Один из факторов – это то, что наши, особенно наши женщины, привыкли всё время одеваться для кого-то. В молодости – для мужчин, для того, чтобы создать семью. В дальнейшем – для других женщин, чтобы вызвать зависть, то есть из соображений тщеславия. Ну или, по крайней мере, чтобы не быть хуже других людей. По сути, у таких женщин нет настоящей любви к себе. Не нужно бояться этого слова. Любви к себе. Всё то, что помогает нам чувствовать, выглядеть лучше – это всё для нас. Посмотрите на Светлану Дружинину. Посмотрите, сколько ей лет, какой у неё образ жизни, сколько в ней оптимизма. Быть оптимисткой в возрасте за 80 – это не очень просто. Это не 20-летняя девочка, у которой всё впереди. Сейчас ещё покажу одну женщину. Всё время она вызывала у меня, ну, скажем, деликатно, иронию, её внешний облик. Это мама Наташи Королёвой. А посмотрите, как она о себе пишет. Остановите видео, прочитайте. Посмотрите, там тысяча комментариев. Как женщины откликнулись на вот эти вот её слова. Какая она молодец. Итак, давайте начнём. Мне не на что наряжаться. Давайте будем вот смотреть на эти картинки. И для чего я вам их показываю. Вот здесь очень много лишнего. Безвкусица выразилась в том, что слишком много всего эта дама на себя надела одновременно. Вот этот интернет-магазин и инстаграм-эккаунт – это просто учебное пособие, как не нужно одеваться. Вот это кое-что из боку бантик. Давайте начнём именно с этого ничто из боку бантик. Наш разговор о том, как нужно одеваться, когда не на что одеваться. Начнём мы с расслабления. Мы возьмём, откроем нашу гардеробную или наш шкаф и уберём из него всё то, что не соответствует нашему критерию. Какой наш критерий? Это должны быть спокойные тона, базовые вещи, ничего из искусственного полотна. Мы возьмём, в одну стопку сложим всё то, что не соответствует нашим стандартам, а во вторую – вот такого вот плана вещи. Кстати, вы можете зайти на этот аккаунт и посмотреть. Там более 150 комментариев, 155 комментариев. Все спрашивают цену. Женщинам такая одежда нравится. Ещё такая же иллюстрация – вот вещей, которые нам не нужны. То есть не на что одеваться. Я хочу сказать, что мы не в магазин пойдём, чтобы тратить наши деньги. Они пойдут пусть на другое, на более качественное питание, у кого-то на лекарства. Мы у себя в имеющемся гардеробе будем отыскивать то, что нам подходит. Вот такие вот платья нам не подходят. Вот эти чёрные колготки в сочетании со спортивной обувью – это тоже нам не подходит. Это показывает дурной тон, плохой вкус. Весь этот магазин, посмотрите, вот эти вот платья тоже. Когда дешёвая ткань искусственная, некачественные вещи закамуфлированы обилием декора, и вы тоже уберите из своего гардероба всё такого же плана, где очень много некачественное прикрыто всякими… Вот эта вот медалька. Какая прелесть! Вот это всё нам не нужно. Мы не будем тратить деньги, мы отыщем у себя. Сейчас я вам покажу, что мы для себя возьмём. Мы возьмём и отберём из своего гардероба несколько совсем простых вещей. Например, рубашки разных стилей, чуть дальше вы увидите. Кстати, посмотрите, одна из дам мне написала, ведь рубашку нужно гладить, зачем? Зачем лишние хлопоты? Это вот проявление нелюбви к себе. Сейчас мы с вами будем рассматривать рубашки разных стилей. Посмотрите, что для вас больше подходит. А я продолжаю по списку. Итак, рубашки разных стилей, кардиганы серого, бежевого, чёрного цвета, брюки или джинсы, которые могут быть заменены юбками для тех, кто не носит брюки и джинсы. Пока вы рассматриваете рубашки разных стилей, я объясню причину, почему мы должны интересные вещи, вещи с декором заменить на совсем простые и неинтересные, потому что они позволяют брать какие-то дополнения и выглядеть интересно, стильно, красиво, более дорого. Не будем бояться этого слова. Обильный декор в сочетании с синтетической тканью. Это проявление безвкусицы. Это дёшево. Хотя стоит отнюдь не дёшево. Почему после тех платьев с бантиком и вот с этими двумя огромными цветами было более 150 комментариев и было много желающих узнать ценную купить? Потому что женщины того возраста и того определённого типа, они привыкли к тому, что нужно деньги тратить на что-то красивое, интересное. Вот есть такое понятие – интересненькое. Вот им хочется интересненькое. А то, что вот это платье ты один раз надел, и потом оно так запомнилось, что с ним больше никаких комплектов не создать. Это просто платье одноразовое. А я предлагаю для женщин, у которых нет возможности часто обновлять гардероб, иметь базовые вещи. Вот такие, которые позволяют составить основу гардероба и разными дополнениями создавать разные образы. Вот сейчас мы это с вами всё увидим. Ещё хочу, предваряя ваши комментарии, любимейшие просто. Почему у вас всегда женщины высокие, худые, а обыкновенные женщины, тем более элегантного возраста, они, как правило, уже имеют лишний вес? Покажите обыкновенных женщин. Вот обыкновенных женщин вы можете увидеть у себя около дома, в магазине. Я показываю красивых, хорошо одетых женщин. У меня на канале есть несколько видео, посвящённых женщинам с небольшим плюсиком. Но я не могу постоянно показывать одних и тех же женщин, правда? Поэтому в описании под этим видео будет ссылка, даже несколько ссылок. Посмотрите. Для того, чтобы не говорить, что здесь на канале только высокие и худые. Это не так. Кстати, внимание на экран. Полненькие женщины могут использовать палантины для того, чтобы закрыть часть белой рубашки. Для того, чтобы уплотнить это видео и сделать его более информативным, вы видите украшение в качестве дополнения, сделала в разном стиле и в разных ценовых сегментах. Начиная от Алиэкспресс, там ландыш у нас был, и кончая такими дорогими, например, вот таким вот красивым, очень качественным кольцом. Иногда бывают комментарии. Ну, если женщина надевает такой платочек на шею, значит, она у неё уже старая, и она прикрывает. Это сразу видно. И наоборот старит. Каждая из нас выбирает те приёмы, которые её устраивают. А моя задача – предложить разные варианты, только и всего. А мы давайте будем смотреть комплекты с базовыми пулловерами или кардиганами бежевого цвета, серого цвета. Обращаем внимание на аксессуары. Те женщины, которые умеют вязать, может быть, какие-то идеи вам понравятся, и вы захотите повторить. Посмотрите, вот это вот может быть платьем, а не обязательно юбкой с асимметричным краем. Обращаем внимание на формулу образа. Иногда вы пишите, вот этот цвет будет стареть. Да вам-то какое дело? Берите тот цвет, который вам нравится, который вас будет молодить. Берите только идею. Посмотрите, как смотрится хорошо монохромный образ. Здесь игра фактур, тонкая шерсть, струица, и трикотаж комфортно, красиво. Ведь наверняка у многих дома такое есть. Наденьте вот так. И здесь игра фактур, блеск и матовость. Для тех, кто вяжет, посмотрите, как интересно связано это всё. Вы можете это всё повторить. Очень жаль, что те дамы, которые часто жалуются, они к своему возрасту, кроме болезни, ничего не накопили. Никаких умений шить, вязать, что-то создавать красивое своими руками. Очень жаль. Такие, например, модной формы сумки, которые сделаны, посмотрите, из обычного вельвета или из какого-то искусственного, что ли, меха. У каждой из нас дома что-то подобное найдётся. И при желании можно сделать вот такой модный аксессуар. Вот сейчас мы посмотрим очень лёгкую ажурную такую кофточку, которая может быть и жилетом при желании. И дальше у нас пойдут жилеты. Не обязательно вот в таком чёрно-белом варианте или бело-синем. Вы можете сделать песочный цвет и коричневый. В зависимости от ваших предпочтений. Напомню, что вот такие большие воротники – это один из трендов. Создать это очень легко. На Алиэкспресс огромное количество таких воротничков. Можно за копейки купить и использовать отдельно. Значит, что я хочу сказать. Какие мотивы у нас должны быть, чтобы хорошо одеваться для себя? Это сигналы телу. Если у женщины всё благополучно, она хорошо выглядит, ей хочется хорошо выглядеть. И наоборот, если мы хорошо одеты, мы хорошо выглядим, мы сигналы подаём благополучие своему телу. Мы лечим себя таким образом. Почему бы не доставить себе удовольствие, которое ещё и полезно для здоровья? Это первое. Второе. Мы – это к разговору о том, что некуда ходить. Всё равно мы куда-то выходим. Мы производим какое-то впечатление в тех инстанциях, где мы оказываемся. И отношение к нам может быть разным в зависимости от того, как мы себя ведём, как мы одеты. Почему мы должны производить плохое впечатление? Когда отношение к нам может меняться в зависимости от того, как люди к нам относятся, как они считывают, что мы себя представляем. Зачем мы будем упускать такую возможность? Посмотрите, здесь показываю фрагмент своего видео, посвящённого Оксане. Это известная вязальщица. И здесь хочу напомнить о том, как вязание ручное оказывает своё благотворное воздействие на здоровье. Мы все знаем, что вязание успокаивает. Это понятно. Сейчас о другом. Что с каждой петелькой, когда мы вывязываем, мы можем проговаривать какую-то аффирмацию. Мы можем как бы впечатывать вот этот позитив в вязанное изделие. А потом, когда мы будем его носить, оно постоянно, каждую минуту будет оказывать своё позитивное воздействие. Представляете? Если не хочется, можно ставить хорошую музыку, качественную. Но ни в коем случае ни какие-то ужастики или какие-то детективы с убийствами, когда мы вяжем. Давайте учитывать вот эту очень важную особенность. Ведь мы каждую петельку связали сами. И в это время мы можем заложить определенную программу вот в эту вещь, которая с любовью, для себя, любимой, связана. Давайте и эту возможность тоже будем использовать. Привожу две самых известных аффирмации. Каждая клеточка моего организма чистая и здоровая, очень популярная. И вторая. С каждым днём мне во всех отношениях становится всё лучше, лучше и лучше. Мы начали это видео с комментариев ваших. Давайте комментарием его и закончим. Дама смотрит на себя в зеркало и отражение её категорически не устраивает. Ужасно выглядят иногда возрастные тётки в белом. У возрастных женщин лицо тёмное, у молодых светлое, ну и так далее. Самое обычное – нытьё. Напомню вам, мои дорогие, о том, что взрослеть – это привилегия, и многим в ней было отказано. Давайте радоваться главному подарку. А главный подарок – это жизнь. Не будем искать в ней смысл. Смысл надо в себе искать и привнести его в свою жизнь. То есть всё наоборот. Давайте наполним каждый свой день радостью от самых простых вещей. Есть очень многие вещи, которые не стоят ничего. Хорошая погода, весна, скоро начнут цвести цветы, ну и так далее. Давайте и мы с приходом весны будем радовать этот мир красотой, ухоженностью, красивой улыбкой, оптимизмом. Очень много душевных сил потрачено на это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным, приятным. Напишите, что думаете вы. Если нет времени, оставьте просто короткий комментарий или смайлик. Мне будет очень приятно. Поддержите меня в моём стремлении мотивировать вас. До новых встреч. Была рада этой встрече с вами. До свидания. Будьте здоровы, счастливы и полны оптимизма. Субтитры сделал DimaTorzok